По данным переписи населения, второе место среди национальностей, проживающих в Хабаровском крае, занимают украинцы. В нашем городе украинцы наравне с другими народами, населявшими Российскую империю, появились одними из первых. 40 лет назад здесь было в Хабаровском крае около 110 тысяч украинцев, это по переписи, а сейчас где-то в районе 80 тысяч. Хотя трудно оценить национальный состав, поскольку нет такого деления по национальному составу и в документах. Только каждый, кто как себя считает, так и себя считает. Добрый день, дорогие друзья! Это программа «Хабаровскмы». Что в переводе означает «Здравствуйте, дорогие друзья!» – это программа «Хабаровскмы». В этой программе мы рассказываем вам о представителях разных национальностей, проживающих в Хабаровске. Этот выпуск, как нетрудно догадаться, об украинцах. Наверное, кушумный грант, наверное, кулизный грант. Украинцы Хабаровска, как и украинцы всей земли, просто не могут жить без песни. В Хабаровске национальной композиции исполняет хор Мрия с украинского «Мечта». Его участники согласились рассказать нам о культуре своего народа. Во мне лично 85% течет украинской крови. Мои родственники – переселенцы с Украины в 905 году, в прошлом столетии. А у меня это состояние души. Просто мне нравятся украинские песни, поэтому я пою. Ой, дуба, дуба, дуба. Пой, ой, дуба, пожалуйста. Ой, дуба, дуба. Я сама украинка, приехала из Украины. Человек у меня войсковый. Залишилась тут на Дальнем Востоке и працювала заранее на пенсии. Вот принимаю участь в хоре, спеваю. Русский язык украинцы, проживающие в Хабаровске, отлично знают и понимают, но и свой не забывают. Нам рассказали как про отдельные слова, так и про выражения. Если вам не очень понятен смысл украинских песен, запомните два простых правила. Девчина – это девушка, хлопец – это парень. Все остальное про любовь или по-украински – коханья. Мама нам в всех языках, она звучит практически одинаково, дети одинаково произносят, так. Родина по-украински – батьевчина, но используется также слово «витчизна». А родина – это другое, родина по-украински – семья. Допустим, выражение «замерз», как «цуцик». «Цуцик» – это по-украински что? Не «замерз», а «змерз». «Змерз» – как «цуцик». «Цуцик» – это песик, щенок. «Цуцинята» – это щенки. Украинскую речь в краевом центре и районах края можно услышать часто. По данным переписи населения 2010 года, в нашем регионе проживает более 26 тысяч выходцев из Украины. Это одна из самых больших диаспоров в крае. И не мудрено, ведь Дальний Восток украинцы начали заселять массово во времена, когда Хабаровска еще не было. Шли через Африку, не через Союзский канал, через Африку шли с той стороны пароходы, которые везли в Приморье украинцев. Украинцы с этой стороны шли, в том числе капитан Дьяченко. А теперь небольшой экскурс в историю. Капитан Дьяченко – украинец по национальности. Основатель Хабаровска родился он 21 марта 1817 года в Болтавской губернии. 31 мая 1858 года Яков Дьяченко во главе 13-го линейного батальона высадился у берегов Амура, где по указанию восточно-сибирского военного губернатора Муравьева основал пост Хабаровска. В честь первостроителя в нашем городе воздвигли памятник. Ежегодно в конце марта к нему несут цветы и посвящают стихи Якову Васильевичу Дьяченко. Капитан Дьяченко твердую рукою повелел отряду город заложить. И стоит Хабаровс, город наш с тобой, как Россия вечно будет жить. В честь основателя Хабаровска Якова Дьяченко в городе утвердили премию. У нас в городе учреждена премия имени Якова Дьяченко. Ей награждаются заслуженные, вручаются эти премии заслуженным людям, общественным работникам. Это тем людям, которые очень много сделали для города. В память о первооткрывателе чтят всех хабаровчане, в особенности его соотечественники. Вообще к своей истории и традициям большинство украинцев относятся трепетно. Например, на праздники обязательно надевают вышиванки. Символика, особенно вышиванок, она вся выражена в цветах. Поскольку Украина – это цветущая страна, там тепло. И маки, розы присутствовали очень много. Вот у нас, видите, что и орнаменты, земли, растений. Но в основном, конечно, это цветы. Я не исключаю то, что вот эту традицию, что везде цветы. И в Хабаровск, возможно, украинцы когда-то привезли. Потому что у нас сейчас у многих домов, я смотрю, очень много. Мальвы, розы, да, конечно. Потому что, ну, если мы приедем в Украину, у них там все площади, все скверы засажены розами, мальвами. И это очень красочно. И, ну, душа радуется. Украинки всегда были очень модными женщинами, статными, красивыми, фигуристыми. И для того, чтобы, конечно же, вот все вот эти вот украшения, блузки, они всегда украшались ярко. Почему? Это защита от злых каких-то сил. Это защита от нечистой силы и от сглаза. И почему это всегда? Видите, на рукавах всегда защита рук. Обязательно защита фасада женщины. Вот здесь вот всегда одевалась маниста. Это тоже, это оберег. На мисту. На мисту. На мисту. По-русски маниста, а по-украински на мисту. Чем ниже бусы, тем больше у женщины должно быть благополучия. Это ее богатство, это ее счастье, это ее благо. Когда вот почему украинцы и кланяются, девушки и женщины кланяются вот таким образом, потому что они придерживают эту массу на мисту. Вы видите, что у нас разные блузки, да? На Украине также существуют какие-то разные области. Вот, допустим, вот этот узор, он ближе более к западной Украине. Вот этот узор на Галине Яковлевне, это ближе к России. Вы видите, он немножко напоминает российские. О красоте украинских девушек речь пойдет в конце этой программы. Также расскажем о свадебных традициях. А пока немного поговорим об украинских блюдах. А как приготовить самый хороший борщ такой? Вот в чем его секрет? Ну, украинский борщ секрет в том, что он варится с фасолью. В России варят борщ, он ничем не відрязняется від украинского, но на Украине варят с фасолью. И він дуже смачный. Секретами своей кухни украинцы охотно делятся с другими народами. Так представители украинского общества «Креница» посетили детский дом номер один, чтобы научить ребят лепить вареники. Знаете, что вареники можно любить делать? Вареники с ягод. Да. Да ты умничка делаешь. Вареники с любых ягод можно делать. Творец. 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 На творческих встречах украинцы часто поют, говорят о братстве народов и любви к нашему краю. Мы россияне украинского происхождения. Мы здесь родились, мы здесь выросли, здесь выросли и родились наши дети, здесь могилы наших близких, и это наша земля при Амурье. Мы совершенно отождествляем себя с этой землей. Мы любим нашу рыбу, мы любим наш Амур, нашу землю, нашу природу. Одна из хороших черт украинцев – это гостеприимство, и вот нас решили угостить салом настоящим. Такого вы не найдете в магазинах. Сейчас попробую и скажу вам. Это очень вкусно, идеально соленое, идеально. Он просто, я не знаю, я смакую вот сейчас. И я вам скажу, что оно прям тает во рту. Сало привезла из Допорожья Татьяна Ивановна Пильник. Сама она родом из Украины. Сейчас живет в Приморском Арсеньеве. В Хабаровск приехала к сыну с невесткой. Чтобы навестить всех родственников, ей приходится совершать большой вояж. Вот я сейчас ехала и думаю, вот как, что мне ближе, то Украина или Дальний Восток. Здесь я живу больше половины жизни. А там я родилась. Когда я проходила таможню, меня спрашивают, цель вашего визита, зачем вы едете в Украину? Я просто не думая сказала, домой. Знаешь, и сюда я приехала домой тоже. То есть, так получается, что и тот мне дом родной, и этот. Невестка Татьяна Пильник, Виктория Пильник, между прочим, ведущая нашего телеканала. Со свекровью у нее масса тем для обсуждения. Говорят и о жизни в Украине, и о бытовых моментах. Интересно, о чем мечтают, чего хотят, куда ездят люди, у которых и так уже тепло. Допустим, да, у нас на Дальнем Востоке мы всегда стараемся вот так морю, где потеплее, а там вот, а куда они путешествуют, приедут ли, смогут ли приехать, когда приедут. Кстати, вот именно с Татьяной Ивановной мы часто обсуждаем историю. В том числе и историю семьи. В роду Пильник преобладали талантливые работящие люди. Все они запечатлены на семейном древе. Моя мама мастер-повар, золотые руки, республиканского масштаба. Ты должен уже знать своих родственников и знать, что они достойны уважения. То есть и ты должен прожить свою жизнь так, чтобы моим потомкам не было за меня, ну как бы, неловкое. При каждой встрече родственники обсуждают украинские традиции. Одна из них – жить дружно. У них так называется, что жить надо в кубочке. В кубочке – это вместе, они живут интересами друг друга. Если кто-то строится, они помогают строиться. Но потом же и вместе трапезничают, кушают вместе, готовят пищу, салаты. Но строить обязательно. Если кто может помочь, они всегда помогают. Татьяна Ивановна Пильник попала на Дальний Восток по распределению после института. Наш край стал для нее второй родиной. Так же, как и для многих украинцев. Участники хоромрия чтят традиции, например, свадебные. Многие из них получали шишки и были довольны. Когда раздают молодые, вот сейчас мы открытки, приглашения. А раньше это шишки такие, булочки, обсыпанные там маком, сахарной пудрой. Они раздавали и объезжали все село. И вот как пригласительно эти шишки раздавали всем гостям. В свадьбы украинцы гуляют часто, ведь в этой стране необыкновенно красивые девушки. И на эстраде, и, в принципе, на конкурсах красоты украинские девушки одни из самых красивых. Всегда на подиумах занимают высокие места. Как так получается? Ну, украинские девушки – это славянские девушки. Это симбиоз русских, белорусов. И поэтому они такие красивые, такие же, как и мы. Кошная женка, кошная девчина красива душею. Через ты я вражаю, что все красивее. Если в душе есть красота, то она и будет и внешне проявляться. То есть вот то, что вот светет в душе, да, у украинского человека? А песен украинских, вот, она просто, душа вот просто расцветает. Приходишь с репетиции, с концерта, вот такой воодушевленный. И я думаю, что всем нравится, как мы поем и как выглядим. Вот и раскрыт секрет украинской красоты. Как муж-жену называют, жена-мужа на украинском языке? Женка и, ну, как, Человик. У нас есть даже песня. Человик мене бив, ой, бив, та и учив. Привязав ныткою, бив, сумынкою, молощеный бив. То есть вот такая шуточная песня. Все вот события семейно-бытовые, они выражались как раз вот в песнях. То есть подтекст, он шуточный был. Что он ее настолько любит, что, как говорят, любит, значит бьет. Или бьет, значит любит. Поэтому вот такие жертвливые песни в Украине шуточные. Как выяснилось, умение веселиться и приносить радость другим в крови у украинского народа. Украинцы народ очень приветливый, очень добродушный, энергичный. Поэтому они, если веселятся, значит они веселятся, как говорится, до упаду. Наш телеканал поддерживает такой позитивный настрой. Подписывайтесь на канал, тисните вподобайку, тисните дзвеночек. И не забывайте поделиться с друзьями посиланием на видео. Субтитры сделал DimaTorzok